Доброе утро! Начинаем день вместе с нашим телеканалом. В эфире новости в студии Егор Матаев. В начале выпуска коротко о главном. В доходы краевого бюджета зачислено почти 44 миллиарда рублей налоговых поступлений. Доходы краевого бюджета будут увеличены. Больше половины россиян будут заниматься самолечением к 2020 году, заявили российские социологи. Каким последствиям оно может привести? Впереди похолодание. В ближайшие дни температура в регионе опустится до минус 20, когда утеплятся. В доходы краевого бюджета зачислено почти 44 миллиарда рублей налоговых поступлений. Это стало известно на встрече губернатора Алтайского края Виктора Томенко и руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юрия Куриленко. Стороны обсудили поступление налоговых доходов на территории края за 2018 год. 122 миллиарда 578 миллионов рублей налоговых платежей и других доходов поступило в бюджет страны и государственные внебюджетные фонды на территории Алтайского края с начала года. Доходы краевого бюджета по сравнению с прошлым годом повысились на 11%. Доходы муниципалитетов составили 13 миллиардов рублей, что по сравнению с прошлым годом больше на 6,7%. 27-я сессия КЗС проходит в эти минуты в парламентском центре. В проект повестки включены обсуждения 6 законов и 13 проектов постановления. Подробнее об этом готова рассказать моя коллега Евгения Князева. Она выходит с нами на прямую связь. Евгения, здравствуйте, вы в эфире. Да, коллеги, здравствуйте. Из важных постановлений в КЗС будут кадровые изменения. Сессия согласует, что еще три депутата краевого парламента будут работать на постоянной основе, то есть за зарплату в КЗС. Сейчас по закону только 14 из 68 депутатов и не больше могут работать на постоянной основе в КЗС. И сейчас их таких 10 у нас в Алтайском крае. Это председатели КЗС, его зам и почти все председатели комитетов, а также небольшая часть их заместителей. И все назначения на должность по закону согласуют сессия. Как раз таки это и произойдет сегодня. Дополнительных затрат из бюджета это не повлечет, так как все средства были запланированы на это заранее. Предполагалось, что депутатов с постоянными рабочими местами будет четыре, но КПРФ сегодня не смогла договориться, кого выбрать. Кроме того, сегодня сессия согласует кандидатуру Руднева Александра Викторовича для назначения на должность прокурора Алтайского края. Коллеги, сейчас это вся информация у меня к этой минуте. Мы будем следить за развитием событий. Подробности сообщим вам в следующих выпусках новостей. На этом с вами прощаюсь. Я передаю слово в студию. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет сегодня днем в Москве. В ней примут участие рекордное количество журналистов. Больше полутора тысяч со всей страны. И, конечно же, съемочная группа нашего телеканала. Корреспондент Вадим Слюсарев с нами на связи из Москвы и готов рассказать все подробности. Вадим, вам слово. Да, здравствуйте. В Барнауле сейчас 10 утра. В Москве еще 6 утра. Но буквально через 2 часа начнет свою работу в департамент аккредитации на пресс-конференцию. И можно сказать, что на месте уже кипит работа. Буквально через несколько часов президент России Владимир Путин проведет свою ежегодную пресс-конференцию. В центре международной торговли идут последние приготовления. Операторы трансляции, которые будут проскатить по крупным федеральным каналам, достраивают картинку. И, к слову, всего на эфире будет задействовано 12 камер. Скоро и первые журналисты, и мы в числе, начнут аккредитовываться. А сама пресс-конференция начнется в 12 часов по московскому времени. Отговор предстоит долгий. К примеру, в прошлом году пресс-конференция длилась больше 3 часов. В этом году она может пройти еще дольше. Ведь всего аккредитовано 1702 журналиста. И это рекорд за 14 лет. Обсуждаться будут самые острые вопросы. Это, естественно, политика. Экономика не обойдется и без вопросов о внешней политике. Ведь очень много журналистов приедут на пресс-конференцию из-за рубежа. И, конечно же, будут вопросы регионов. Модерировать конференцию будет пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но, как показывает практика, Владимир Путин любит и сам выбирать журналистов. Он дает возможность задать вопросы региональным корреспондентам. Поэтому и у нашей съемочной группы есть, хоть и небольшие, но все-таки шанс оказаться в их числе. Будем продолжать следить за событиями. У меня пока на этом все. Передаю вам слово. Пострадавшим в ДТП на площади Октября продолжают оказывать помощь. Напомню, накануне вечером автобус врезался в электроопору. Водитель не справился с управлением. Пострадали 19 пассажиров автобуса. Из них двое детей. Всего на месте происшествия были задействованы 10 бригад скорой помощи. Детям госпитализация не понадобилась. Взрослых пассажиров доставили в краевую больницу номер 1. Семь из них были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. По информации Минздрава Алтайского края, сейчас из семи госпитализированных в больницу скорой медпомощи трое выписаны на амбулаторное лечение. Четыре человека остаются в стационаре. У одного травма легкой степени тяжести. У троих средней степени тяжести. Оказывается, необходима медицинская помощь. Глава города Сергей Дугин поручил создать рабочую группу для анализа инцидента. Сегодня в Алтайском крае резко похолодает. Прогноз синоптиков до конца рабочей недели далее. Сегодня днем в регионе будет минус 11, минус 16 градусов. Местами похолодает до минус 23. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. В восточных районах пройдет снег, метель. В пятницу похолодает еще больше. Днем будет минус 19, минус 24 градуса. Ветер западный. В северо-восточных районах снег, метель. На дорогах гололедится. Ночью температура воздуха опустится до минус 30. Пациенты Тагульской центральной районы больницы теперь будут лечиться в оновленном стационаре. Его капитально ремонтируют по краевой адресной инвестиционной программе. Стоимость работ составит 21 миллион рублей. Это средства из регионального бюджета. Ремонт начали еще летом. Все это время пациенты обслуживаются в краевых специализированных учреждениях. На объекте уже провели внутреннюю отделку помещений. Выполнили усиление стен, заменили наружные сети отопления, водопровода и водоотведения, а также систему электроснабжения. Больницы, построенные в конце 70-х годов, капитальный ремонт не проводили. Завершить реконструкцию планируют в ближайшее время. Уже в новом году здесь будут принимать пациентов. Больше половины россиян будут заниматься самолечением к 2020 году, заявили российские социологи. А между тем, сами себе доктора регулярно оказываются на больничных койках. Причин несколько. Недолечились или же неправильно выписали себе рецепт. Врачи считают, что тренд на самолечение сформировался, когда в интернете появилась масса информации на лекарствах и заболеваниях. Также отмечают доктора. Современный темп жизни не позволяет людям при первых симптомах болезни обратиться в поликлинику. Переносят недуг на ногах, пока не слягут окончательно. Только вот лечить осложнения приходится уже неделями, а иногда и месяцами. Осложняет ситуацию самостоятельный и неконтролируемый прием антибиотиков. Организм сам временем к ним привыкает, и лекарство перестает действовать. Также вместо таблеток люди часто используют травяные настои и народные фитосредства. Естественно, ни в одном стандарте фитотерапия не фигурирует на первом месте. Но как вспомогательный метод, в общем-то, это имеет место быть, потому что метод доказательности эффективности, такой как исторический, ретроспективный, все-таки существует. И широко известные нам отхаркивающие травочки, грудные сборы, мочегонные и так далее, они есть и они работают. Но как дополнение. Решать проблему самолечения хотят в первую очередь с ограничением рекламы препаратов. Врачи говорят, что даже постилки от боли в гореле при неправильной дозировке могут вызвать аллергические реакции и другие побочные эффекты. А запрет на рекламу должен снизить интерес к нерецептурным лекарствам. Наш 2018. Каким он был? Какое событие в Алтайском крае запомнилось больше всего? В новой рубрике на Картунь-24 мы подводим итоги года вместе с жителями региона. Куда отправились мои коллеги на этот раз, узнаете далее. Каждый день, переворачивая календарь, мы становимся ближе к празднованию Нового года. Это значит, что сейчас пришло самое время подвести итоги уходящего 2018-го. И для каждого из нас он был разным. У кого-то он прошел быстро и стремительно, у кого-то все было совсем иначе. Наша съемочная группа сейчас находится в Валейске. И мы узнаем, каким был 2018 год у жителей этого города. Нормальный, отличный. Какое самое большое событие произошло? Какое? Дочка на стажировку приехала. Ну что, запомнили больше всего? Да что я запомнила? Внучку свою запомнила. А что я еще запомнила? Внуков души, они все в нами воюют, а больше что? Как внучку назвали? Анечка. Ну, во-первых, у меня внучка родилась. Поздравляю. Да. Как назвали? Настя. Хорошее имя. Жители Алтайского края, поздравим с Новым годом. Что пожелаем? Ну, я пожелаю, ну что, ну все, была стабильность у них. И, ну, главное, чтобы было хорошее настроение всегда. Люди, чтобы улыбались, меньше. А здоровье? Да, здоровье самое главное для собередников. Пока что это все. Смотрите наши следующие эфиры на телеканале Катунь-24. Не переключайтесь.